Хочу рассказать вам про то, что необходимо для выработки коллагена. Мне очень многие пишут, какой коллаген выбирать. Коллаген хрящевой, 1, 5, 10, 100. Соответственно, коллаген это белок, который связывает вместе различные вещи. Из всего объема белков более 35% это коллаген. Коллаген образует хрящи, мышцы, сухожилия, связки, глаза, фасцию. Коллаген это материал, который удерживает все ваши мышцы. Коллаген находится под кожей, прямо над поверхностью мышц. И коллаген образует кости, образует зубы. Это все коллаген. Многие люди пытаются повысить коллаген, употребляя его в пище. На самом деле они не понимают, чего им не хватает. Самые важные нутриенты, благодаря которым повышается выработка коллагена, это, кстати, это медь. Она влияет на структуру. Если у вас дефицит меди, то это может привести к лордозу, дряблой коже, разным видам грыж. Грыжи пищеводного отверстия, диафрагмы. Соответственно, медь дает структуру, целостность, необходимую для крепких, для скрепления частей тела. И медь полезна не только для выработки коллагена. Соответственно, другие полезные свойства меди. Если у вас дефицит, например, железа или анемия, при этом есть нехватка меди, то железо не поможет. И медь необходима мозгу. Медь может помочь вам сохранять равновесие в темноте. Медь помогает очень-очень сильно для того, чтобы избавиться от фтора. Если у вас избыток сахара, много алкоголя, чрезмерное потребление клетчатки, это может вызвать проблему с медью. Медь дает вам энергию, помогает работе с коллагеном. В другом ролике я снимала про цинк и гормоны. А еще хочу вам сказать, что если у вас высокий уровень мочевой кислоты, то опять же может быть проблема с медью. Поэтому все эти вещи, они влияют на ваш момент коллагена. Коллаген полезен или нет? Я могу сказать, что кому-то полезен, а кому-то абсолютно не полезен. Почему? Потому что у некоторых бардак в кишечнике или это дополнительный белок, который вам нужен, а может быть и не нужен. Он есть в говядине, в курице, в индейке, в сельде, в тунце, в креветках. И если у вас, например, проблема с гомоцистеином, то здесь очень-очень важно отслеживать то, как у вас расщепляются белки. Вообще расщепляются ли они? Есть и жога, вздутие, тяжесть в желудке. Если есть проблемы с желудочью, то это может все привести к различным проблемам. Поэтому коллаген принимать и выбирать важно, поняв, есть ли у вас проблемы с желудком. И ведь коллаген есть в бульонах, в жирной рыбе, в яйцах, в листовой зелени. Обязательно нужен витамин С. И, как я сказала, медь, то, что супер важно для коллагена. И еще один момент. Если есть возможность принимать йод, хлор, цинк в добавках, это залог хорошего усвоения белка и желчаток. Поэтому не надо думать, что выпили коллаген и все. Начинаем с меди. Идем по закрытию желчатока. Фосфолипиды, яйца кушаем. Теплый, богатый жиром еду. Если нужно, уменьшаем потребление быстрых углеводов. Подписывайтесь.